Суровые русские сувениры, неоднозначные матрешки, выпущенные к чемпионату мира по футболу, всколыхнули общественность. Нешуточные страсти разгорелись по поводу вот такой сувенирной продукции. Сразу отметим, что Нижний Новгород к этим сувенирам не имеет никакого отношения. Хотя представители Семеновской хохломской фабрики признаются, что их замучили вопросами об авторстве этого сувенира. В ответ они показали нам свои изделия, которые фабрика готовит к грядущему мундиалю. Это символ чемпионата мира, глобус, мяч. Тут страны, Россия. Создается рисунок, композиция, потом все это наносится на матрешку. У нас полностью синяя краска покрытая, потом берем золотую краску, делаем кустики по синей краске. Потом еще белая будет. Это кафифа, да. У нас тут синие, красные, зеленые они будут. Еще шкатулки вот тоже с этими, с логотипами. Волнение есть. Как сувениры, мы думаем, сведут по всему миру. Будут раскупать наши сувениры. Аргентину, допустим, да, увезут. Ответственность очень большая. Волнуемся, чтобы матрешки были красивые, аккуратные, чтобы всем нравились. Комитет утвердил нам 12 позиций изделий. Это ассортимент для женщин-шкатулки. Они тоже думают, что приедут в качестве болельщиков. Это кружка для мужчин. Она пивная, квасная, как угодно. Это разные сувенирные продукции, разные брелоки, магниты. Ложки. Надеемся, что они создадут особую атмосферу на стадионах. И им приятно будет и пошуметь, и покушать, и потом увезти на память с собой. Переговоры с представителями ФИФА на территории Российской Федерации у нас заняли где-то порядка полугода. Сработала в первую очередь деловая репутация предприятия. Это самая главная 100-вековая история. Мы надеемся, что наши изделия будут востребованы и разлетятся далеко-далеко по всем уголкам.